Ахмад Хумам может часами рассказывать про Дамаск. Это не его родной город, но побывав там, остаешься в его власти навсегда, говорит Ахмад. За тем, что сейчас происходит на родине, он наблюдает с болью в сердце. Нам просто очень грустно и обидно, что так происходит. Каждая капелька крови у нас в Сирию, это как будто из меня или из моих родителей, из моих друзей. Несмотря из кого. Дамаск Выставку сирийцы, которых, кстати, в Татарстане около двух сотен, решили организовать, чтобы показать другую сторону своей страны. И прежде всего, ее богатую историю. К примеру, в Сирии построили еще во времена Римской империи первую в мире церковь. А вот эта языческая фигурка многим знакома еще со школьной скамьи. По долгу службы мне посчастливилось побывать в Дамаске. Вот эта фотография, где город как на ладони, сделана с горы Касью. Вообще, Дамаск весь окутан сказаниями и легендами. К примеру, на этой горе, по преданию, Каин убил Авеля. Не менее интересна и история главной соборной мечети Дамаска. К примеру, здесь покоится голова Иоанна Предтечи, почитаемого и христианами, и мусульманами. Сюда, по преданию, во время второго пришествия снизойдет с небес Иисус. Поэтому под минаретом Иисуса каждый день стелят новый ковер. Дамаск, она всегда город, который всегда объединяло все религии, которые всегда жили люди спокойно и мирно все вместе. Видимо, многие на родине забыли эти ценности. Сокрушается Ахмат и надеется, что страна не пойдет по пути гражданской войны. Булат Ашпхаметов, Дмитрий Ермаков, Телеканал ФИРМ.